Ветеран хоккейного спорта Александр Плосков готовится выйти на лед, и его команда уже приступила к разминке. Сегодня выложиться придется серьезно. В первом турнире встреча с молодыми противниками, командой проектант. А вот в коллективе ветеранов исключительно те, кому за 50. Самому Александру 68, однако он и сейчас даст фору многим юным хоккеистам. Спортсмен признается, дело в регулярных тренировках. Мы специально готовились к этому турниру, арендовали дворец спорта, занимались два раза в неделю. Так что подготовка была хорошая. Мы постоянно круглый год занимаемся, поэтому для нас это нормально, мы поддерживаем спортивный клуб. Летом играем в футбол. Понятие молодые в данном случае относительное. Средний возраст игроков в 35-40 лет. Кроме того, участники первенства – команды с большим стажем. К примеру, Дилижан существует 14 лет. Почти все участники пришли в нее сразу после детской спортивной школы. И по сей день продолжают спортивную карьеру. Кстати, не безуспешно. Результаты есть. В этом году мы выезжали на первенство России среди коллектива физической культуры и заняли там четвертое место по всей России. То есть, я думаю, это результат. Выезжала сборная команда из любителей, составленная в Москву. Продолжительность одного поединка – 30 минут. В составе команды на льду 5 хоккеистов и вратарь. Игра идет по правилам русского хоккея, но без аутов, угловых и офсайдов. 12-метровые штрафные удары заменяют булитами. Как мы привыкли обычный, хоккей с шайбой – это канадский, который пришел к нам в СССР, как многие, может быть, не знают, после Великой Отечественной войны. А до этого в СССР до Великой Отечественной войны играли только в русский хоккей, то есть в хоккей с мячом. Лидерами встречи стали водник «Динамо», «Комигас» и «Сыктывкар». Последние поборолись в финале. Триумфатором марафона со счетом 4-2 оказалась сборная города команда «Сыктывкар». Однако победа для участников – цель далеко не единственная. Цель вообще благая, то есть вытащить народ, вместо того, чтобы сидеть по домам и алкоголь употреблять на лед, занятия. Люди, болельщики – всем хорошо, приятно. День победы опять же. В турнире сыграли 139 хоккеистов, но их могло стать гораздо больше. В числе желающих были не только жители Коми, но и Кирова, Архангельска и даже Ульяновска. Но принять всех организаторы не смогли. По словам главного инициатора первенства Сергея Хорева, хоккеисты будут ждать открытия нового катка в Эжве. Он позволит провести полноценный межрегиональный турнир, который не уступит зарубежным аналогам. Таисия Шляхтина, Иван Богомолов, телеканал Юрген, Сыктывкар.